Правоохранители или врачи, учителя, заслуженные работники в сфере социальной защиты населения или ЖКХ и многие другие. В этом зале нижегородцы, чьим призванием на долгие десятилетия стало служение другим людям. В торжественной обстановке ветеранам труда вручают медаль к 800-летию Нижнего Новгорода. В здравоохранении я с 20 лет. Сегодня мне 61 год. Сколько это? 41 год, да? 41 год. Из них последние 20 с лишним лет я возглавлял лечебное учреждение. Я, во-первых, любила свою работу. Он, конечно, очень много сил положил на это. Но и все время мы совершенствовали свою работу. А самое главное, когда работаешь на благо населения, когда ты что-то сделаешь, когда что-то получается, это всегда очень здорово. И это придавало силы, это придавало энергии. В числе получающих юбилейную медаль 31 нижегородица. Большинство из них уже на пенсии. Сейчас они с трепетом и любовью вспоминают годы, проведенные за любимым делом. Все значила для меня эта работа. Я просто не мыслям, как бы я заполнил эти годы своей биографией, если бы у меня не было этой работы. Да, 25 лет практически были отданы служению правопорядку. Нужно любить людей, прежде всего поколения, которые старшего возраста, и молодежь. Я же говорю, функции у нас все время менялись, но работа была одна и та же. Я свою работу всегда любила и сейчас признательна всем. Поздравил ветеранов труда глава города Нижнего Новгорода Юрий Шилобаев. Вместе с медалями нижегородцы получили памятные подарки. Это люди, которые заслужили награду, по-другому не скажешь, благодаря своему огромному вкладу в развитие Нижнего Новгорода. Совершенно на разных помещах, совершенно на разных направлениях. Это пример для нас всех, а главное для наших детей. Президент Путин, когда приезжал на явление торжества Нижнего Новгорода, сказал, что справедливо отметил, что нижегородцы, они славятся своей внутренней силой, что у них в крови частная инициатива, инженерная мысль, трудолюбие. И, конечно, это нужно поддерживать и двигаться дальше в направлении развития Нижнего Новгорода. Екатерина Васильева, Время новостей.